Какая у нас была последняя теорема, которую мы доказали с помощью диаграмм? К на К плюс 1 пополам, да, вот это? Ее мы доказали, да, придвинули такой треугольник и получилось, что как там количество разбиений числа Н на не более К слагаемых равно количеству разбиений числа Н плюс К на К плюс 1 пополам на ровно К различных слагаемых. Было такое, да? Ну, давайте еще один пример теоремы с диаграммами, тоже простой, но немножечко на другой идее основанной. Я не помню, давал я им какие-то номера или нет. Были они там теорема 1, 2? Если были, тогда давайте это будет 3. Просто их всего 3 в этом курсе традиционно, теоремы, которые доказываются с помощью диаграммной техники. Теорема 3 звучит так. Количество разбиений. Не забывайте, что всегда речь идет про разбиения помидорного типа, то есть неупорядоченные, именно поэтому мы можем пользоваться диаграммами. Количество разбиений числа Н на, как обычно, не более К слагаемых, начало во всех трех теоремах одинаковое. на не более К слагаемых, равно количеству разбиений, на сей раз того же самого числа Н, того же самого числа Н, на слагаемые, величина каждого из которых, величина каждого из которых, не превосходит К, величина каждого из которых, не превосходит К. То есть представить число Н в виде суммы, в которой участвует не больше, чем К, каких-то чисел, разных, совпадающих, неважно. Представить вот так, в виде суммы каких-то чисел, количество которых не превосходит К. В каком-то смысле это то же самое, что представить Н в виде какой-то там суммы чисел, ну давайте, чтобы не путать буквы, я здесь С напишу, неважно. В виде какой-то суммы чисел, в каком-то количестве, где для любого И, их сытое не превосходит К. Вот посчитать количество таких разбиений и посчитать количество таких разбиений, это посчитать одно и то же число. Так, понятно, да, что вот то, что написано здесь словами, и то, что я так условно изобразил в этих двух строчках, это одно и то же. Представить Н в виде суммы не более К слагаемых, условно это, естественно, записать вот так. Представить Н в виде суммы какого-то количества слагаемых, каждый из которых не превосходит К, условно записывается в виде вот такой строчки. И теорема утверждает, что количество способов организовать вот такое вот разбиение и количество способов организовать такое разбиение, они совпадают, вот эти два количества. Я так смотрю на вас, думаю, понятно, непонятно. Так, ну доказательство-то совсем простое. Вот мы берем какое-то разбиение вида Х1 плюс и так далее плюс ХТ, где Т не превосходит К. Как мы знаем, любое такое разбиение кодируется диаграммой, кодируется, ну в смысле, как паспорт у барана. Значит, оно, вернее, может быть представлено вот в таком виде Х1 тут, потом сколько-то горошин Х2 в следующей строчке. Ну, я не знаю, чему равны Х1 и Х2, но я помню, что Х2 не меньше, чем Х1. Может быть, равно Х1. Например, скажем, Х3 пускай будет равно. Но это все для примера, то есть как получится, так получится. Формально тут и так далее. И какое-то в конце будет Х с индексом Т. Тоже не знаю, какое. Поэтому вот здесь я нарисовал многоточие. Но в любом случае наше разбиение кодируется такой диаграммой. И знаем мы следующее. Мы знаем, что высота этой диаграммы не превосходит К. Потому что Т не превосходит К. Но это стандартная вещь. Мы в прошлый раз такие диаграммы рисовали. А теперь мы сделаем следующий финт. Если в прошлый раз мы что-то добавляли к диаграмме, то есть, например, слева добавляли столбик высоты К, или заливали слева в эту диаграмму треугольник со стороной К. Это было в прошлый раз. В этот раз мы сделаем другое совершенно преобразование. А именно мы повернем эту диаграмму, скажем так, на 90 градусов. То есть то, что сейчас является в этой диаграмме строчками, станет в новой диаграмме столбцами. А то, что является столбцами, станет строчками. Сейчас, как бы мне это нарисовать? Давайте я не вот эту штуку переверну, а какой-нибудь более конкретный пример, в котором нет многоточий. Знаете, вот просто пример. Пример конкретного преобразования, которое я мог бы сделать. Вот у меня две горошины, скажем так, потом три горошины, потом еще три, и, например, пять. Ну, совершенно конкретная диаграмма, вот такая вот, не очень симметричная. То есть кажется, что она какая-то общего положения, так скажем. Значит, я к ней применю вот такое преобразование. Я самую высокую строчку изображу из пяти точек. Раз. Ой, самый высокий столбец. Извините. Раз, два, три, четыре, пять. Самый высокий столбец будет отвечать самой длинной строчке. Затем следующее по величине строчка у меня из трех горошин. Я нарисую столбец из трех горошин. Еще одна строчка из трех. Будет столбец из трех. И строчка из двух превратится в столбец из двух. Понятно, да, какое преобразование я осуществляю в общем случае? То есть здесь я провожу точно такое же преобразование, но ставлю многоточие, потому что не очень понятно, как это аккуратно изобразить в общем случае. Вот любую диаграмму можно так повернуть. Можно повернуть и совершенно симметричную диаграмму. Например, вот такая диаграмма, она очевидно перейдет в саму себя. Столбец высоты три из вот этой строчки, столбец высоты два из этой. Ну ничего страшного, такая вот самодвойственная диаграмма, если хотите. То есть она под действием этого преобразования никуда не переходит, а переходит просто в саму себя. Так тоже бывает. Так, друзья, что можно сказать про разбиение, которое отвечает вот этой диаграмме? Ну в общем случае, что можно сказать про разбиение? Суммарное количество горошин в этой диаграмме очевидно такое же, как в исходной. Мы ее просто повернули. Здесь у нас было N, и здесь, стало быть, тоже будет N, правильно? Мы же просто повернули ее, ничего не добавляли. Теперь смотрите, у нас строчек было не больше, чем K, но это дело перевернулось. Что тогда теперь такое ограничение величиной K? Вот смотрите, здесь было 4 строчки, во что они превратились? они превратились в столбцы, да, сами строчки превратились в столбцы, но их количество, это количество столбцов, да? То есть их количество, это верхняя граница для размера каждой строчки новой диаграммы. Количество столбцов, это чего не превосходит количество горошин в каждой строчке. Вот это понятно или нет? Или надо написать на доске? Понятно? То есть вот в этой новой диаграмме длина каждой строчки не больше, чем K. Вот это я напишу. Длина каждой строчки, количество горошин в каждой строчке не больше, чем K. Ну а это и значит, что мы получаем фактически помидорное разбиение числа N на какие-то слагаемые, бог знает какие, но важно, что такие, у которых величина не превосходит K. То есть этому соответствует разбиение N опять же на какие-то слагаемые X1, XS и для любого I X, I, T не превосходит K. Длина каждой строчки это как раз величина слагаемого. Если длина каждой строчки не превосходит K, значит в соответствующем разбиении каждая слагаемая не больше, чем K. Понятно? Ну я не знаю, мне кажется, очень подробно сказал. Это такое взаимнооднозначное соответствие, как бараны и паспорта. У каждой диаграммы, отвечающей разбиению такого типа, есть однозначно отвечающая ей диаграмма для разбиения типа вот этого вот. Раз между ними есть однозначное соответствие, каждому барану можно сопоставить единственный паспорт. У некоторых баранов паспорт совпадает с ними, это не страшно. Раз у нас есть такое однозначное соответствие, то стало быть и количество баранов равно количеству паспортов, то есть количество таких разбиений и количество таких разбиений совпадает. Ну вот такая вот идея просто наглядно изобразить и дальше что-то делать. Либо добавлять какую-нибудь строчку, либо добавлять какой-нибудь столбец, либо заливать сюда какую-то более сложную конструкцию, либо вот так вот ее поворачивать на 90 градусов. Ну, в общем, разные махинации с картинками приводят к тем или иным взаимно однозначным соответствиям, которые позволяют доказывать теоремы типа 1, 2 и 3. Я не знаю, начинали у вас на семинарах что-нибудь подобное делать или нет, но если что-то поделают, то может быть кто-то из вас научится сам доказывать подобные результаты. То есть не только осознает, почему верны теоремы 1, 2 и 3, но еще и сам придумает что-нибудь похожее. Ну, хочется верить, что каждый из вас сможет это сделать. Но если даже не каждый из вас сможет это сделать, то уж каждый должен понять, как доказываются вот эти теоремы. Это уж для меня важно. Так, сколько у нас времени? есть еще одна красивая тема про разбиение. Ну, давайте я, может быть, ее расскажу. Но вроде она не должна кокнуть. Если, я не знаю, я не уверен в этом, но если вас не кокнуло мюбиусом и циклическими последовательностями, а я очень старался не кокнуть, хотя, понятно, что на грани ходили все время, уж как минимум. А может, все-таки кого-то и кокнуло. Но вот если вас все-таки не кокнуло, то то, что я сейчас расскажу, гораздо проще. И очень красиво. Тоже есть такая задача, которую решал Эйлер. Ну, в общем, она забавно выглядит. Давайте я, наверное, попробую это рассказать. Мне кажется, что должно быть понятно. Я так, как обычно, медленно, не торопясь. Я вообще хочу сегодня к кроликам перейти под конец. И, может быть, даже не совсем под конец. Числом Фибоначчи. Это кролики. Но пока я буду рассказывать не про них все-таки. Значит, смотрите, готовьтесь к тому, что я нечто расскажу, но доказывать не стану. Хотя, например, в книжке Веленкина желающие могут прочесть доказательства. И оно дается тоже через диаграммную технику. При этом я в свое время умудрился это доказательство здесь, на лекциях, рассказать. Это было в первый год существования вашего факультета. Я еще как-то был очень, как бы, так сказать, шустер. То есть я решил, что все должно зайти. Но тогда это весной было. То есть не вы, но ваши предшественники, они уже были, как бы, прошедшие через определенную закалку. А сейчас вы еще такие, не прошедшие через закалку, поэтому я доказательства этого приводить не буду, а только расскажу, как что получается. Но желающие могут прочесть. И интересный комментарий состоит в том, что в Веленкине чуть-чуть некорректно доказано. Если кто поймет, где там ошибочка небольшая, ну, легко устранимая, то вообще будет круто. Вот, значит, такая задача Эйлера, которую он решил. Сейчас я ее опишу. Рисуется некое формальное произведение. Сейчас я попробую объяснить, в каком смысле оно формальное. Значит, ну, 1 минус x, 1 минус x. Это понятно, что такое. Просто 1 минус x, x какая-то, как бы, переменная. Дальше это умножается на 1 минус x в квадрат. Тоже ничего страшного, можно скобки раскрыть, получится многочлен какой-то там, третьей степени, да? Вроде ничего страшного. Дальше это умножается на 1 минус x в кубе. И тоже по-прежнему ничего страшного, только многочлен становится побольше. Да, у него уже какая степень? Шестая? Ну, шестая, конечно. Вот. Дальше умножаем на 1 минус x в четвертый. И, очевидно, после раскрытия скобок получится многочлен десятой степени. Но Эйлер на этом не останавливается и говорит, давайте так делать до бесконечности. Просто до бесконечности. Умножим на 1 минус x в пятый, на 1 минус x в шестой, минус x в миллионный, в миллиардный, там все-все-все-все бесконечное число сомножителей. И тут, конечно, уже немножко челюста отваливается. А как так перемножить бесконечное число сомножителей? Эйлер говорит, а я не хочу заморачиваться этим вопросом, как это так. Я их буду формально перемножать, последовательно просто раскрывая скобки. То есть, смотрите, какая хитрость. Эйлер говорит, я, Эйлер, не буду вместо x подставлять никакого конкретного числа. Не, ну 1, если подставить, понятно, что будет, да? 0, если подставить, понятно, что будет. А вот что будет, если подставить, я не знаю, двойку, например? Вот тут написано минус 1, тут минус 3, бесконечность или минус бесконечность. Что это вообще такое? То есть, ясно, что бесконечное произведение, которое хочет рассматривать, хотел и рассмотрел Эйлер, бесконечное произведение не имеет, ну, априори, по крайней мере, не имеет никакого аналитического смысла. Вот как вас в матанализе учат, да? Функция от x. Что это за функция такая, когда перемножается бесконечное число сомножителей? Как минимум, это требует какого-то дополнительного определения. А Эйлер говорит, да я не буду ничего определять, я не считаю, что x это число. Я считаю, что x это просто буквка такая формальная. Мы же умеем умножить 1 минус x на 1 минус x квадрат. Давайте вслед за Эйлером попробуем пораскрывать скобки, чтобы точно было понятно, о чем я сейчас вот так вот в виде сухого плавания произношу какие-то речи. Вот сейчас будет не сухое плавание, сейчас мы прямо пораскрываем скобки. Ну, конечно, не всю бесконечность, понятное дело. Немножко пораскрываем. Вот 1 минус x на 1 минус x квадрат. Чего получится? 1 минус x, да? Минус x квадрат. Я буду упорядочивать по величине степени и прибавить x в кубе. Сейчас вы почувствуете, что происходит, все будет хорошо. Вот давайте эту скобку теперь по стандартным правилам, не заморачиваясь тем, что такое x, просто как буковка, да, как в алгебре учат, умножим на первую скобку. Первую скобку на 1 минус x в кубе. Значит, у нас останется 1, это 1 на 1, да? Минус x тоже останется. Минус x квадрат тоже останется. Они никак уже не могут измениться, потому что либо мы умножаем на единичку это выражение, либо мы сразу умножаем на x в кубе. Но когда мы умножаем на x в кубе, ну, мы никак x или x квадрат или единичку не получим, понимаете? То есть вот это начальное выражение, оно так и останется. В результате это умножение на единицу, а x в кубе начнет влиять на какие-то более старшие степени. Значит, на что он будет влиять, как он тут у нас вылезет? Так, смотрите, есть плюс x в кубе, да? Успеваете за мысль? Умножать-то все умеют, а? Многочлены все умеют умножать. Так, видите, что будет x в кубе? А тут минус x в кубе. Кажись, x в кубе кокнулся. Но не будет слагаемого в величины x в кубе. Так, это я все еще умножаю. Плюс x в четвертый. Ну, придется писать. Плюс x в четвертый, да? Плюс x в четвертый. Так, чего еще будет? x в пятый, да? Плюс x в пятый. Так. И минус x в шестой, да? Так, умножить на 1 минус x в четвертый. Давайте я, ужас, добавлю 1 минус x в пятый, но я, наверное, не буду на него умножать. Надеюсь, что до этого не дойдет. Ну и так далее. То есть это бесконечное произведение. И мы еще разочек продолжим раскрывать скобки. Как минимум разочек, если этого разочка вам хватит. Так, ну чего? Вот надо вот это вот умножить на 1 минус x в четвертый. Так, ну, наверное, вам трудно в уме. Давайте умножим на 1. Будет 1 минус x, минус x в квадрате, плюс x в четвертый, x в пятый, x в шестой. А теперь вычитаем результат умножения всего этого на x в четвертый. То есть вычитаем x в четвертый. Так, чего дальше? Так, вот плюс x в пятый мне, честно говоря, совсем не по душе. У нас точно там был x в пятый? Перед x в шестой минус? Сейчас, где? А, я вот здесь вот описался, да? Ой-ой-ой. Следите, пожалуйста, да, я, конечно, описаться-то могу, я наизусть не помню. Вот, я считаю просто 1 минус x минус x в квадрате, плюс x в четвертый. Тут вот нигде не ошиблись. Минус x в пятый минус x в шестой. Так, мне не нравится эта двойка появившаяся. Так, 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 так. x в четвертый, значит, минус x в четвертый. У меня, в общем-то, получается плюс x в пятый. Вот мне это не нравится. Честно говоря, вот совсем. Сейчас мы нигде не ошиблись. Так, давайте проверим. Вдруг я где-то ошибся. Вот x в пятый должно, сейчас. Давайте пересчитаем. Значит, еще раз, вот сюда пойдем. 1 минус x. Так, 1 минус x, вот он. Минус x в квадрате плюс x в кубе. Здесь вроде бы все правильно. Дальше раскрываем скобки. 1 минус x минус x в квадрате. Плюс x в кубе минус x в кубе. Плюс x в четвертый плюс x в пятый. Минус x в шестой. Вроде бы пока не ошиблись. Так, на 1 минус x в четвертый будет 1 минус x минус x в квадрате. Плюс x в четвертый плюс x в пятый минус x в шестой. Так, и на x в четвертый с минусом у нас получается минус x в четвертый. А почему я... Сейчас. Да что ж такое? Плюс x. Да, наверное, давайте, давайте. Я просто проверяю. Мне важно, чтобы одна из них ушла. Хорошо, но мне главное не ошибиться. Давайте, да. Вроде все нормально. Вроде вы правы. Значит, дальше минус x в какой? В седьмой степени, да? Так. Нет, почему в седьмой? В шестой. Считать разучился. В шестой. Конечно, минус x в шестой. Я же на x в четвертый умножаю. Так. Плюс, плюс, да. Так, минус, минус x в восьмой, да? Минус x в восьмой, минус x в девятый и плюс, не лезет, ну давайте сюда пойдем, плюс x в десятый. Так, на один минус x в пятый. Да, я ошибся, придется еще разок. Ну, мне хочется все-таки как-то продемонстрировать. Значит, x в четвертый сокращается. Так, x в шестой тоже сокращается. Что-нибудь еще сокращается? Ну да, сокращается в том смысле, что здесь получается 2x в пятый, конечно. Которая меня смутила, и я стал после этого все проверять, но вроде правильно. Вот, минус x в восьмой, минус x в девятый, плюс x в десятый. Но видите, да? Что 1 минус x минус x в квадрате уже никуда не девается и не денется. Вот это начальное, как было, так и останется. Мы сейчас умножим на 1 минус x в пятый, и это выживет, потому что при умножении на x в пятый никогда в жизни не получатся такие маленькие степени. Значит, у нас получится 1 минус x минус x в квадрат плюс 2x в пятый минус x в восьмой минус x в девятый плюс x в десятый. Это я на единичку просто умножил. И дальше будет минус x в пятый. Ой, ну тут много, конечно, слагаемых. Ну ладно, ничего. Плюс x в шестой, следите, я ошибаюсь, как видите, иногда. Плюс x в седьмой. Так, минус 2x в десятый, минус 2x в десятый, так, чего еще остается? Плюс x в тринадцатый плюс x в четырнадцатый и минус x в пятнадцатый. Дальше пойдет, но больше я не буду умножать, на 1 минус x в шестой и так далее. Значит, как я уже сказал, видно, что вот этот начальный отрезок точно выживает. Здесь можно кое-что сократить, слава богу. Так, что-нибудь еще можно сократить? Как? А, десятые степени частично сокращаются, да? То есть вот так я в эту сторону перечеркну и перечеркну двойку. У меня остается минус x в десятый. Вот, ну а дальше непонятно. Но заметьте, что какая-то часть точно уже выживет после домножения на 1 минус x в шестой. Не только вот эта часть выживает, но, наверное, еще выживает плюс x в пятый и с гарантией выживает плюс x в седьмой. Так, вот это, друзья, видно или нет? Я уже не буду домножать, но это вроде бы совершенно понятно. Потому что когда вы на x в шестой домножите, вы из вот этого выражения... А, нет, на x в шестой еще x в седьмой можно получить, да? Ай-яй-яй, так, плюс x в седьмой. Да, еще x в седьмой можно. Ну, в общем, с гарантией сохраняются вот эти. 1 минус x минус x в квадрат плюс x в пятый. Вот эти товарищи сохраняются с гарантией. Потому что после домножения на x в шестой вы никак из этого выражения ни x, ни x в квадрат, ни x в пятый не получите. Вот, то есть, можно уже сказать, что все вместе это 1 минус x минус x в квадрате плюс x в пятый. Ну, а дальше непонятно. Дальше там плюс, минус, я не знаю что. Вот, но если так вот просто по формальным правилам последовательно перемножать, раскрывать скобки, то видно, что в итоге получается вот такая формальная сумма. Сумма таких крестиков, минусиков, палочек каких-то. Они никакого аналитического смысла не несут, но выражение будет вот именно какого-то такого вида. Начинаться оно точно будет с 1 минус x минус x в квадрате плюс x в пятый. Так, друзья, я понятно говорю или звучит как-то страшно? Просто раскрываем скобочки и видим, что начальный отрезок все более и более длинный и устаканивается в процессе этого раскрытия. Причем, ну, мы довольно много поперемножали, и мы видим, как мне того и хотелось, почему я там в какой-то момент засомневался, когда двойка появилась. Мы видим, что коэффициенты получаются 1 и минус 1 там, где они вообще есть, а где-то они нулевые. То есть, например, x в квадрате нет вообще, x в четвертой нет вообще, и они уже никогда не появятся. Так, друзья, понятно, что ни x в квадрате, ни x в четвертой здесь не появятся никогда. Вот этот кусок до пятой степени уже устаканился навеки, сколько бы вы домножений еще не осуществили. Ну вот Эллер задался вопросом, а чему равно-то? Как вычислить коэффициент при x в n-ной степени? Вот при x в пятой он единица, при x в квадрате он минус единица, при x в кубе он ноль. Можно ли заранее узнать, какой коэффициент будет при x в n-ной степени? Вопрос следующий. Поднимите руки, кто-нибудь догадывается, как это связано с задачами о разбиениях чисел на слагаемые? Сейчас вот это-то я и буду объяснять. Вот это я объясню, надеюсь. Если вы поняли, как мы перемножали, как процесс перемножения был устроен, в общем виде вы поймете, как сейчас будет устроена жизнь. Сейчас все объясню. Вот смотрите, как мог или могло появиться выражение x в какой-то n-ной степени в результате раскрытия скобок. В результате раскрытия скобок. Это вопрос, на который я сейчас дам ответ сразу. Но давайте еще раз сюда вернемся. Раскрываем скобки последовательно. Как может появиться x в n-ной? Это значит, мы из какой-то скобки берем минус x в какой-то степени, из какой-то еще скобки берем минус x в какой-то степени. Вот это все перемножаем и получаем x в n-ной. Так, ответ, конечно, только как произведение выражений вида минус x в какой-то степени, как бы букву обозначить k1. Ну, то есть, еще раз, из какой-то скобки взяли, условно говоря, минус x в квадрат, из какой-то скобки, например, взяли минус x в семнадцатой степени, из какой-то минус x в двадцать третий, из какой-то минус x в двадцать четвертой, перемножили это все, и получилось x в n-ной степени с каким-то знаком, плюс или минус. По-другому же никак, правильно? Вы же из каждой скобки чего-то берете, либо единичку, либо x в какой-то степени, ну, естественно, взятый со знаком минус. Действительно, из каких-то скобок вы возьмете единички, тогда x в соответствующей степени не поучаствует в формировании x в n-ной. Да? А вот из тех скобок, из которых вы возьмете минус x, в какой-то степени каитое, у вас как раз x в n-ной сформируется в итоге. Сейчас понятно говорю, нет? Из части скобок вы берете единичку, а из части скобок минус x в каких-то степенях. И вот вы перемножаете эти единички и минус x в соответствующих степенях, и у вас получается x в n-ной. То есть у вас получается вот так, минус один, давайте сейчас не так напишем, у вас получается, что x в n-ной, там плюс-минус, собирается как минус x в степени ка1 умножить на минус x в степени ка2 и так далее, на минус x в какой-то степени, но я не знаю, сколько вы их там перемножите, давайте, как водится, обозначим номер последнего сомножителя буковкой t на минус x в степени ка-т. То есть вы брали какие-то t скобок, из первой скобки вытащили минус x в степени ка1, из второй взятой скобки вытащили соответствующая минус x в степени ка2, ну и из последней взятой скобки, она имеет какой-то номер t, вытащили минус x в степени ка-т. И вот когда это дело перемножили, получили с каким-то плюс или минус знаком x в степени n. То есть плюс-минус, вот этот плюс-минус, который стоит перед x в степени n, это на самом деле минус единица в степени t, у нас тут t сомножителей и каждый со знаком минус. В зависимости от четности количества этих сомножителей получится либо плюс, если t четное, либо минус, если t нечетное. То есть плюс-минус это минус 1 в степени t, а n это k1 плюс k2 плюс и так далее плюс kt. Вот оно, разбиение-то, числа наслагаемые. Ну, единственное, что я, видите, здесь их обозначил не x1, xt, а k1, kt, потому что было бы странно x возводить в степени x1, это могло бы вас немножко расстроить. x в степени x1 как-то не супер обозначение, да? Ну, поэтому я обозначил k1, kt, какая типа разница. Так, что еще можно сказать, товарищи, про это разбиение? Вот n представлено в виде суммы каких-то таких вот чисел, k1, kt. Что можно сказать про числа k1, kt? Важен их порядок или не важен? Это помидорное разбиение или это разбиение типа пьянки? Помидорное, конечно, потому что, ну, как, мы же не учитываем порядок. Мы взяли уже какую-то скобку, можно считать, что с самым маленьким номером, потом взяли следующую со следующим номером, еще какую-то, еще какую-то. Мы же не будем учитывать этот порядок. То есть это разбиение помидорного типа. Давайте я здесь напишу в кавычках помидор, порядок не важен. Порядок можно априори считать как в диаграмме нормализованной, то есть k1 самая маленькая, k2 побольше, kt еще побольше. Но тут есть еще одна тонкость, товарищи. Кто скажет мне, какая здесь есть тонкость по сравнению с тем, о чем мы? Ну, хотя нет, мы даже в наших теоремах Эйлера уже о чем-то таком говорили. Какая тут еще есть тонкость? Все эти слагаемые различны. У нас была одна из теорем Эйлера про разбиение числа n на k различных слагаемых. Вот здесь речь идет о том, чтобы разбить число n на различные слагаемые, потому что степени в разных скобках разные. Мы из каждой скобки берем свою уникальную степень. Скажем, 2 плюс 5 плюс 10 плюс 20, или 3 плюс 7 плюс 11 плюс 20, что хотите. Лишь бы в сумме получилось n. Но вот эти все числа различные, все каитые различные. Все каитые различные. И вот смотрите, мы раскрываем скобки. Я еще вот тут притормозил, меня испугала двойка там какая-то. Вот мы раскрываем скобки. Как формируется коэффициент? Коэффициент при какой-то степени х, при х в n-ной степени. Не, ну вы мне скажете, это плюс или минус, да? Но это для каждого конкретного разбиения будет плюс или минус. А общий коэффициент это сумма вот этих плюсов и минусов по всем возможным разбиениям. Мы же приводим подобные слагаемые. Для одного разбиения числа n на k1kt получится один знак при х в степени n после раскрытия скобок. Для другого разбиения получится, возможно, другой знак. И вот мы должны эти плюсики и минусики сложить. Понимаете, да? Ну вот, сейчас я вам напишу, что получится. Сейчас я обозначение введу. Обозначение введем в такие. Вот пусть дано натуральное число n, то самое, которое отвечает степени х, при котором мы хотим посчитать коэффициент. Давайте для этого числа введем вот такое n-чет и n-неч. Ну или не чет, если хотите, но для равенства количества букв в индексе. n-чет и n-неч. n-чет по определению – это количество помидорных разбиений числа n числа n на четное число различных слагаемых. на четное число различных слагаемых. То есть это такие разбиения, в которых вот эта вот чиселка t является четным числом. А стало быть, минус 1 в степени t равно плюсику единички. Это количество тех разбиений, которые формируют степень х венная и при этом формируют ее со знаком плюс. Вспыхаете за этой мыслью? Если t четное число, если мы разбиваем на четное число слагаемых, если вот это t четное, то минус 1 в степени t – это плюс 1. n-неч абсолютно то же самое, но с заменой слова четное на слово нечетное. Вот здесь нечетное, а дальше опять число различных слагаемых. То есть в свою очередь вот это n-неч – это количество таких разбиений, при которых здесь получается минус 1, при каждом из которых здесь получается минус 1. Успели? Чему же равен коэффициент при х венной степени в этих обозначениях? Ну, плюс 1 складывается столько раз, чему равно вот это n-чет, а минус 1 складывается столько раз, чему равно n-неч. То есть он равен n-чет минус n-неч. Мы х венной складываем вот столько раз и вычитаем вот столько раз. Для каждого способа представить n в виде суммы четного числа различных помидорных слагаемых, мы получаем добавку плюс х венная. Для каждого способа представить n в виде суммы нечетного числа различных помидорных слагаемых, мы получаем наоборот не добавку, а вычитание. И вот столько раз вычитаем их с венной степени. Вот в терминах задач о разбиениях получается такая разность. Если бы, внимание, товарищи, если бы в этом месте Эллер доказал теорему типа 4, то есть доказал бы, что n-чет всегда равно n-неч, тогда получилось бы, что у нас этот ряд из одних нулей. Сумма вот эта. Но мы-то с вами знаем, что она не из одних нулей. Я вот стер, но мы помним, что она точно начинается вот с такого. А дальше мы еще пока не знали. Дальше там что-то. Помните, да, что она начинается с такого. То есть n-чет точно не всегда равно n-неч. Иногда оно равно плюс единице, а иногда оно равно минус единице. А там, черт его знает, может оно еще и подрастет. Мы же не можем заранее гарантировать, что все вот так вот легко. Но Эллер доказал, что все легко. И теорема, которую он доказал, и которую мы не будем доказывать, но, повторяю, она есть в Веленкине, с небольшой ошибкой, то есть можно разобраться и даже найти небольшую ошибку. В доказательстве. Это у нас в курсе пойдет без доказательства, но желающие могут разобраться. b дробь d это без доказательства, то есть я не потребую с вас знания, но если захотите, можете посмотреть. Значит, утверждение такое. Пусть n, вот то число, которое отвечает за степень, при которой мы ищем коэффициент, пусть n не равно 3k квадрат плюс-минус k пополам ни при каком натуральном k. Сейчас, все прокомментирую. Ни при каком натуральном k. Тогда коэффициент, а, коэффициент, зачем коэффициент? Вот так напишем. Тогда, неправильно, тогда n чет минус n неч равняется нулю. То есть коэффициент при x в n не равен нулю, а количество разбиений на четное число слагаемых просто равно количеству разбиений на нечетное число слагаемых. Если же n равняется 3k квадрат плюс-минус k пополам, то n чет минус n неч не равно нулю, а равно минус 1 в степени k. То есть действительно всегда будут получаться нули плюс и минус единицы. Количество способов представить n в виде четного числа различных помидорных слагаемых всегда отличается от количества, соответственно, представить в виде нечетного числа, не больше, чем на единицу. То есть либо они равны, либо на единичку больше n чет, либо на единичку больше n неч. Ну и, соответственно, коэффициенты получаются нолики и плюс-минус единицы. Давайте я вот здесь вот просто покажу вам. Вот если k равняется нулю, смотрите, если k равняется нулю, то здесь получается 3k квадрат плюс-минус k пополам равно нулю. То есть что говорит теорема? Она говорит, что, следовательно, по вот этой теореме Эйлера, по вот этой теореме Эйлера, коэффициент при x в нулевой равен, ну, k равно нулю, равен единице. Ну это правильно, коэффициент при x в нулевой равен единице. Мы не ошиблись. И Эйлер не ошибся. Понимаете, да, что я говорю? Так, хорошо. Теперь k равно единице. Вот что такое 3k квадрат плюс-минус k пополам? При k равном единице. 3k квадрат плюс k это 4, пополам это 2. А если с минусом взять, то это 3 минус 1, 2, то есть это 1. k равно единице, значит, минус 1 в первой это минус 1. Получаем, что по теореме Эйлера коэффициент при x в первой степени и x в квадрате равен минус 1. Но чудо, да, он действительно равен минус 1. И Эйлер опять не ошибся, правда? Вот интересно, что дальше будет. Что такое x в пятой, да? Но очень просто. Можно в уме уже, а то у меня не лезет что-то, а? Или написать? Ну давайте я вот здесь напишу. k равняется двойке. Вот сюда напишу. k равняется двойке. При k равном двойке 3k квадрат плюс-минус k пополам. Это что такое? Значит, 4х3, 12. 12 минус 2 пополам. Это 5. Так, это 5. Вот это вот равно 5. А если прибавить, будет 14 пополам. Это равно 7. И минус 1 в квадрате это единица. Поэтому вот это правильно, коэффициент 1 при x в пятой. А дальше будет, и можете убедиться в этом, что это правда, будет плюс x в седьмой. А x в шестой пропустится. Ну, можно сообразить, что будет дальше уже в уме. Если k равняется тройке, подставляем здесь 27 плюс-минус 3 пополам. Это 12 и 15. То есть будет минус x в 12, минус x в 15, ну и так далее. Дальше со знаком плюс будет два слагаемых и так далее. Все поняли, как я теорему применил? Именно как применил. То есть я взял все возможные натуральные числа k, начиная от нуля, подставил их вот в это выражение, и они, кроме тривиального случая, когда k равно нулю, идут парами. Вот k равно нулю дает плюсовое слагаемое, потом два слагаемых со знаком минус, потому что минус 1 в первой это минус. Потом два слагаемых со знаком плюс, потому что минус 1 в квадрате это плюс. Ну и так далее. Там минус 1 в кубе это минус. И два слагаемых, потому что вот здесь два числа. Все остальные нулевые, как здесь и сказано. То есть если n не представляется в таком виде, то мы получаем нулевое слагаемое. Я достаточно понятно объяснил? Вот такие вот удивительные вещи есть на свете. То есть некое формальное произведение раскрывается с помощью задачи о разбиении чисел на слагаемые, и результат вот такой нетривиальный. То есть иногда 0, иногда 1, иногда минус 1. Но все можно предсказать. Формула явная написана, и доказательства этому можно сделать с помощью диаграммной техники. Но мы не будем. Вот. А я перейду к следующей классической задаче, которая имеет отношение к рекуррентным соотношениям. И это очень важная для нас затравка большой содержательной темы. Я пока страшных слов произносить не буду. Они перестанут быть страшными очень скоро. Пока расскажу про числа Фибоначчи. Еще одна важная задача на рекурсию, классическая, называется число Фибоначчи. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое n-ое число Фибоначчи. Что это вообще такое? Поопределите. Некоторые знают, но далеко не все. Обнимите руки, кто слышал выражение число Фибоначчи. Мне кажется, что гораздо больше. Но это прославили в литературе, там есть какие-то коды да Винчи, еще чего-то. То есть можно прочитать код да Винчи и так и не понять, что такое число Фибоначчи. Вообще это очень просто. Придумал это число, по крайней мере, на нашей памяти, как раз товарищ по фамилии Фибоначчи. Он был монахом, между прочим. И в 1209 году, представляете, больше 800 лет назад, он написал книжку математическую. Называлась она на латыни, наверное, да? Называлась она Либер Абаки, книга счета. Ну, наверное, книжка по математике, там задачки были. Но я очень люблю рассказывать биоинформатикам, как монах в 1209 году представлял себе процесс размножения кроликов. Ну, это, конечно, издевательство на самом деле и над монахом, и над числами Фибоначчи. Он, наверное, не имел в виду такой интерпретации, но она получается такой. Сейчас я вам расскажу. Значит, как ставилась задачка? Значит, задачка ставилась так. В начале всех времен есть пара кроликов. Есть пара кроликов, я их так условно нарисую, всегда готовых к размножению. Значит, это мальчик, это девочка, ну, неважно в каком порядке, они готовы размножаться. В какой-то момент они начинают размножаться, условно говоря, они это делают первого числа каждого месяца. То есть они каждый месяц приносят приплод. Словно говоря, 1 января они приносят первый приплод, 1 февраля второй, и дальше так до бесконечности. Живут они вечно. Вот, и вечно размножаются. Когда очередная... Да, размножаются. Как они размножаются? Каждого, там, первого числа они приносят приплод. И этот приплод состоит из двух кроликов. Мальчика и девочки. Так? Ну, почему бы нет? Странно, конечно, да? Ну, так вообще. Вот, хуже того. Значит, эти новорожденные кролики, пары кроликов, созревают ровно через два месяца и подкрепляют своей деятельностью деятельность своих родителей. То есть начинают каждый месяц первого числа приносить пару. И это опять мальчик и девочка. Те снова через два месяца созревают и каждый месяц приносят пару. Я понятно объясняю? Или надо подробнее? Я могу подробнее прям по месяцам расписать? То есть вот давайте я все-таки распишу. Вот у нас первое января. Я уже не буду рисовать эти, ладно? Это слишком много рисовать. Первое января я нарисую вот так. У меня есть вот эти прародители. Вот так я их нарисую. Это вот эти товарищи. Они есть. Первое января они живут вечно, они никуда не деваются. Но они еще и приносят приплод. И это опять там мальчик и девочка. Дальше. Первого февраля. Есть вот эти товарищи. Они никуда не деваются. И вообще все кролики живут вечно. Есть вот эти товарищи. Эти товарищи еще не созрели. То есть они своего приплода не приносят. Месяц только прошел. Но прародители продолжают плодиться и рождают для вот этой пары еще братика и сестренку. А первого марта сохраняется жизнь у этих товарищей. Никуда они не деваются. Сохраняется жизнь у этих. Сохраняется жизнь у этих. При этом они все еще не могут приносить приплод. Чуть было не сказал плодоносить. Но в какой-то мере, конечно, да. Но они все-таки не яблоньки. Значит, первого марта они еще не могут. А эти уже могут. Эти порождают еще одну пару. А эти порождают еще одну пару. То есть вот эти добавляют двоих, мальчика и девочку. И прародители тоже добавляют двоих, мальчика и девочку. И при этом, понимаете, вот при таком процессе размножения они живут вечно. Вас ничего не смущает, да? Ну ладно, хорошо. Вот, прекрасно. Ну то есть на самый начальный момент времени у нас одна пара кроликов. На 1 января у нас две пары. На 1 февраля три. А на 1 марта уже пять. На 1 апреля сколько будет пар кроликов? Восемь. Все понимают, что восемь, да? На 1 апреля будет восемь пар кроликов. И это не шутка. Ну и общий принцип понятно какой. Теперь надо к пятерке прибавить восьмерку. Будет 13 пар на 1 мая. На 1 июня будет, соответственно, 21 пара, да? В день защиты детей. Ну и так далее. Так, видно, что они растут довольно быстро. Популяция кроликов растет довольно быстро. Мы еще сейчас обсудим не только популяцию, но и, как принято говорить, ареал распространения. Да? Знаете такое выражение? Ареал. Есть люди, которые думают, что ареал и ореол это одно и то же. Но я думаю, что вы так не думаете. Вот. Вот. Вопрос. Сколько Фибоначчи наплодил кроликов пар кроликов или просто кроликов к настоящему моменту времени, если считать, что они начали платиться с момента появления его книжки? Ну, действительно, вопрос. Давайте обозначим Ф с индексом n, количество пар кроликов в n-ном месяце. Количество пар кроликов в n-ном месяце. Ну, Ф, естественно, в честь Фибоначчи. То есть вот это и называется число Фибоначчи. Очевидное утверждение, которое мы с вами фактически доказали, когда обсуждали этот процесс, состоит в том, что имеет место вот такая рекурсия. fn равно fn-1 плюс fn-2. Второе. Каждое последующее число Фибоначчи складывается как число тех кроликов, которые наплодились и будут вечно жить, начиная с n-1 месяца, и как число кроликов, которые появились от тех, кто к n-ному месяцу заимел возможность размножаться. К n-ному месяцу размножаются все, кто появился вплоть до n-2 включительно. Вот сколько их там было, столько новых пар и появится. Сколько было в n-1 месяце, столько и будет жить вечно. Значит, в n-ном месяце получится сумма. Так, это всем понятно? Согласны, что это рекурсия? В чем, в общем, очень простая. Сильно проще, чем все, с которыми мы сталкивались до сих пор. Я утверждаю, товарищи, что можно найти явную формулу для этого Fn-ного, и есть более общий способ решения подобных рекурсий. Этому я вас научусь в свое время, может быть, даже сегодня начну учить, но пока давайте немножко помучаемся. Сходу же непонятно, да, ну вообще непонятно, какая формула, как угадать формулу в зависимости от n, если мы знаем только вот такое рекуррентное соотношение. Как угадать вообще непонятно. Так, я надеюсь, с этим все согласны, это никого не смущает. Ну не угадали, не угадали, а я для чего, я вам расскажу. Вот, ну давайте просто оценим, насколько все плохо. Я бы сказал, насколько все плохо для кроликов. Знаете почему? Потому что мы сейчас поймем, мы сейчас поймем, почему кролики не могут жить вечно. Очень грустное знание. Хочется, чтобы кролики жили вечно, а мы поймем, что это невозможно. Вот, сейчас мы поймем. Смотрите, вот совсем простое следствие из утверждения. А, да-да-да, подождите, виноват. Нам же еще надо начальные условия написать. Конечно, f нулевое равно единице до всех времен. f первое, это январь, тоже равно, понятно чему, равно двойке. Вот в январе у нас уже 2 получается. Ну и дальше, значит, в втором месяце будет 3, в третьем месяце, в марте будет 5 и так далее. Это начальные условия, без которых мы не сможем однозначно восстановить количество кроликов в популяции. Но, естественно, у нас такие начальные условия, поэтому с ними мы все должны восстановить однозначно. Значит, я пишу следствие из утверждения, которое очень легко доказать, не прибегая ни к какой продвинутой теории. Следствие, наверное, вот такое. fn больше либо равняется, ну, наверное, 2 в степени n пополам. Уж точно. Сейчас проверим. На эмпирических данных. 2 в квадрате, 2 в первой, да, хорошо. Так, на третий, на четвертый месяц будет 2 в квадрате, вроде сходится. Значит, я утверждаю, что такая оценка точно имеет место. Сейчас мы ее докажем просто по индукции. Индукции по n. Доказательство следствия, как я уже сказал, это индукция по n. Индукция по n. База, ну, что угодно, хоть n равно нулю. Действительно, fn на f нулевое равно единице. Это просто наше начальное условие. А с другой стороны, 2 в степени n пополам равняется 2 в нулевой, равняется единице. Согласны? База верна? Ну, давайте, как вводится, сделаем предположение индукции. То есть, предположим, что для всех k меньше либо равных n доказали неравенство fk t не меньше, чем 2 в степени k пополам. Докажем, что то же самое верно и для k, равного n плюс 1. Докажем, что fn плюс первая тоже не меньше 2 в n плюс первой пополам. 2 в степени n плюс 1 пополам. Так, вы согласны, что это будет шагом индукции? Я понятно прописал шаг индукции? Ну, действительно, действительно, что мы знаем про fn плюс первая? Мы, конечно же, знаем, что fn плюс первая подчиняется той же рекурсии. То есть, оно равно fn, сколько кроликов наплодилось к n-ному месяцу, плюс fn минус 1, сколько кроликов еще и приплод принесло. fn минус 1. Так, с этим все согласны, что рекурсия запишется так? По предположению индукции, вот здесь, по предположению индукции, каждая fk t, где k хоть такое, хоть такое, хоть какое хотите, каждая fk t, где k не превосходит n, оценивается как 2 в степени k пополам. То есть, здесь будет 2 в степени n пополам плюс 2 в степени n минус 1 пополам. И что, у меня сейчас не получится, думаете? Я вот что-то сам засомневался, что у меня получится. Так, ааа, не, получится. Все очень просто, смотрите, с этим согласны? А теперь, смотрите, вот это первое слагаемое, ну оно очевидно больше, чем второе, даже больше строго. То есть, это тупо больше, чем 2 в степени n минус 1 пополам. Грубая оценка, 2 в степени n минус 1 пополам. Я не пытаюсь аккуратно сложить, я вот делаю на тяп-ляп. Тяп-ляп. То есть, это равно 2 умножить на 2 в степени n минус 1 пополам. Это равно 2 в степени n минус 1 пополам плюс 1, как перемножаются степени двоек, да? А когда вы единичку прибавляете к этой дроби, ой, оно получилось. То есть, это следствие, оно почти тривиальное, оно, конечно, с запасом. Ясно, что кроликов-то побольше. Видно, что я сильно огрубил. Сколько их на самом деле, мы пока не понимаем. Но это затравка, которая добавляет интересности задачи. Сейчас я вам объясню все-таки, почему кролики не могут жить вечно. Это такой трагикомичный момент. Трагедия состоит в том, что бедные звери не могут жить вечно, а комедия состоит в подсчете. Ну, подсчет чего? Вот у нас 1209 год, а сейчас 2019. То есть, прошло 810 лет. За 18 лет чтения мною этих лекций, представляете, как поменялись числа? 810, а когда-то я говорил 792. Ну, хорошо, 810 лет. Это сколько месяцев? Ну, надо на 12 примерно умножить, муж, в месяцах-то так не будем мелочиться, ладно? Давайте просто на 12 умножим, это 9600 плюс 120, да? То есть, 9720. На самом деле, 20 тоже не так существенно. Хоть 9000, хоть 10000. Все запредельно. Ну, пусть 9720, чтобы вам приятнее было просто, что я честно посчитал. Вот прошло 9720 месяцев. То есть, n равно 9720. Вот это n. Вот это n наше. Утверждается, что количество пар кроликов, не утверждается, а мы это только что доказали у нас следствие, да? Утверждается, что это не меньше, чем 2 в степени 9720 пополам. Это равняется 2 в степени 4860, правильно? Следите за мной, я иногда ошибаюсь, я люблю считать, но иногда ошибаюсь. 2 в степени 4860. На самом деле, все эти наши старания сохранять какие-то 60 и прочее, они не сильно существенные. Давайте я это представлю, как 10 в какой-нибудь степени. Как перейти от одного основания экспонента к другому. Логарифм мы знаете, да? В школе учили. То есть, надо 4860 умножить на десятичный логарифм двойки. Ну, вот в этом месте я уж не буду, у меня калькулятора-то в голове нету. Я знаю, что десятичный логарифм двойки это примерно 0,69. Но, понимаете, я не в состоянии 69 сотых в уме умножить на 4860. Если вы это сделаете на калькуляторе, ну, хорошо, давайте это проделаем. То есть, 10 в степени 4860, ну, примерно на 0,69. Вы можете честно посчитать, если у вас умный калькулятор, чему равняется десятичный логарифм двойки. Там он более точно считается. 0,69, что-то такое 2,99. Ну, я не знаю, но можно 5000 умножить на 0,7, например. Или будете считать на калькуляторе. Есть у кого-нибудь? Нету? Поблизости. Так, ну, если 5000 умножить на 0,7, то это 3500, да? Но. Ах, натуральный, да-да-да, извините, натуральный 0,69, правильно. Десятичный-то чему равен? 0,3, да. Причем я вот собрался на 0,3 умножать, ну, понятно, да, 0,3, хорошо. Извините, пожалуйста, действительно натуральный 0,69. Это я что-то зарапортовался. Примерно 0,3. Ну, это попроще, конечно, но все равно. Ну, 150 где-то, да, там чуть меньше. 150 минус 140, значит, 42, нет, сейчас, 4, 146 где-то, да? Чего? То есть 1460, да-да-да, 146, это если на 486 умножать. Значит, 10 степени 1460. Ну, примерно, конечно, это не равно, это примерно равно. Это число, у которого примерно 1500-1400 нулей на конце, да? Ну, не нулей, там просто цифр столько. Цифр в обычной десятичной записи около полутора тысяч. Значит, в этом месте я люблю следующую калькуляцию. Она развлекательная, она тратит определенное время, но чего бы не развеселиться. Значит, представьте себе, что кролик – это электрончик. Ну, чего-нибудь меньшего, я думаю, вы себе представить совсем не можете, электрон-то себе представить нельзя, потому что это непонятно, что такое. То ли это частица, то ли это волна, там, это какая-то странная физическая штуковина, которую мы увидеть, в принципе, не в состоянии. Это некий математический объект, который существует, потому что мы доказали его существование. Но увидеть мы его не можем. Это самое маленькое, что можно, ну, хоть как-то себе представлять. Вот пусть кролик – это электрончик, такой шарик маленький, крохотный шарик. Как я стал тихо очень, наверное, говорить, крохотный шарик такой. Пушистый. Значит, может быть, кто-нибудь знает, что в физике есть такое понятие, как классический радиус электрона, но давайте считать, что так и есть. То есть там 10 в минус 13 степени сантиметра, именно сантиметра, 10 в минус 13 степени – это радиус кролика. Так, 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 так. А чему равен объем кролика в кубических сантиметрах, стало быть? Ну, понимаете, мы не будем там π какое-то вводить, ну, примерно 10 в минус 70, да? Ой, да что я пишу? Сороковой, конечно, 13, а не 23. В сороковой, откуда 70-й? В сороковой. 10 в минус 40, ну, в куб я возвожу, да? Объем – это примерно куб от линейного размера. Примерно 10 в минус 40 степени – это объем одного кролика. Кубических сантиметров. А теперь давайте сравним, товарищи, с объемом видимой вселенной. Что такое объем видимой вселенной? Ну, давайте так, я буду совсем по-дурацки. Вселенная существует примерно 10 в десятой степени лет. Ну, так, примерно, совсем примерно. За год свет проходит какое расстояние? Ну, в секунду свет проходит 3 умножить на 10 в пятой степени километров. Это в секунду столько километров проходит свет, да? Не-не-не-не-не-не-не, я в сантиметрах буду читать, не переживайте. Я в сантиметрах, конечно. Так, сантиметров в этом деле в 10 в пятой степени раз больше, то есть это 3 на 10 в десятой. 3 на 10 в десятой степени сантиметров, это свет проходит в секунду. А в сутки? Ну, в сутках 86 тысяч 400 секунд. Ну, считайте 100 тысяч. То есть за сутки свет проходит 10 в пятнадцатый. 3 на 10 в пятнадцатый сантиметров, это за сутки. За год. Ну, давайте 3 умножим, например, на 3, там 365, ну, в общем, 10 получится. И потом насто, да? Ну, вот, то есть у нас получится 10 в восемнадцатой степени сантиметров, свет проходит за год. Успеваете за этой калькуляцией? Я не вру. За год свет проходит 10 в восемнадцатой степени сантиметров. Похоже, да? А за 10 в десятой степени лет он проходит 10 в двадцать восьмой степени сантиметров. Видите, все вполне обозримо и в сантиметрах тоже. Так, вы поняли, да? 10 в двадцать восьмой степени сантиметров. Значит, объем видимой вселенной, это примерно куб от вот этого выражения, 10 в восемнадцать четвертой. А объем кролика 10 в минус сороковой. Значит, сколько кроликов помещается в объем видимой вселенной? 10 в сто двадцать четвертой степени. Ну просто 10 в восемнадцать четвертой тупо делим на объем каждого кролика. Получаем 10 в сто двадцать четвертой. А у нас 10 в степени 1460 кроликов. Пар кроликов. Надо бы еще, надо умножить. То есть даже если кролик это электрончик, и мы этими кроликами плотненько так плотненько упаковываем весь объем видимой вселенной, то вся вселенная занята кроликами, и это очень-очень малая доля от того количества, которое наплодил Фибоначчи. 10 в сто двадцать четвертой это корень десятой степени, там грубо говоря, из реального количества кроликов. То есть это надо гигантское количество вселенных рассмотреть. Ну они там может быть и есть, мы же не знаем, вселенная бесконечна или конечна. Но если она бесконечна, то конечно все кролики поместятся, но мы даже не увидим тех, которые за горизонтом. Поскольку кролики не успевают распространяться быстрее скорости света, а плодиться-то они начали у Фибоначчи в книжке в одном конкретном месте, то я боюсь, что кролики не могут жить вечно. Так, ну я понятную калькуляцию произвел, да? Ну слушайте, ну мы хорошо двигаемся, если все понятно. Я сейчас сформулирую теорему, которая позволяет решить проблему отыскания числа Фибоначчи с номером n в явном виде. Сейчас-то у нас только тупое следствие, которое довольно слабенькое, хотя уже демонстрирует, насколько кролей этих много. Но, тем не менее, их еще больше на самом деле, и правильный ответ дает следующий общий метод. Давайте я сразу расскажу общую теорему, то есть я расскажу общую постановку задачи, в которую укладывается и числа Фибоначчи тоже. Так, называется это линейные рекуррентные соотношения, к которым относятся и числа Фибоначчи. линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Ну, я не буду сразу давать в общем виде, что это такое. Начнем с тех, к которым непосредственно относится Фибоначчи. Значит, вот первая, так сказать, большая тема – это соотношение второго порядка. линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами второго порядка. Вот Фибоначчи – это соотношение второго порядка. Сейчас я скажу, что имеется в виду. Значит, имеется в виду следующее. Последовательность чисел, это я определение даю, прямо точное, аккуратное определение, последовательность чисел Y0, Y1, Yn, здесь многоточие и так далее. Бесконечная последовательность чисел Y0, Y1, Y2, Yn и так далее удовлетворяет, по определению, удовлетворяет линейному, рекуррентному соотношению второго порядка второго порядка с коэффициентами А0, А1, А2, которые являются просто действительными числами, какими-то действительными числами. удовлетворяют линейному, если для любого n, которые есть 0, 1, 2 и так далее, Yn плюс второе, давайте вот так я напишу, А2 умножить на Yn плюс второе плюс А1 умножить на Yn плюс первое плюс А0 умножить на Yn равняется нулю. То есть Yn плюс второе можно выразить через два предыдущих значения, ну понятно, каким способом надо А1 поделить на А2 умножить на Yn плюс 1 и А0 со знаком минус поделить на А2 и умножить на Yn. В общем виде мы говорим, что есть какая-то последовательность чисел, она по определению удовлетворяет линейной рекурсии с коэффициентами А0, А1, А2 второго порядка, если выполнено вот такое вот соотношение для каждого n. Что не так? А, вот здесь Yn плюс второе, да? Описался, извините, пожалуйста. Да, конечно, Yn плюс второе. Это описка. Мы выражаем n плюс второй член последовательности через два предыдущих. Значит, давайте я скажу, конечно, предполагается, что А2 не равняется нулю, иначе просто глупость какая-то, но мы же не будем выражать Yn плюс второе, если коэффициент при нем равен нулю. И на самом деле еще предполагается, что А0 не равняется нулю, потому что если бы А0 равнялось нулю, то фактически мы выражали бы n плюс второе через n плюс первое, а я хочу через два предыдущих. При этом А1 нулю может равняться. Вот это очень важный момент, отметьте его себе. А1, конечно, может равняться нулю. Все равно это будет означать, что n плюс второе мы выразили через n в том числе, то есть как бы через два предыдущих, даже если самое непосредственное предыдущее не задействовано. Вот, то есть А1 может равняться нулю, но А2, А0 не равны. Ну, в частности, Fn плюс второе минус Fn плюс первое минус Fn равняется нулю, это то соотношение, которому удовлетворяют числа Фибоначчи. Для чисел Фибоначчи А2 равно единице, А1 равно минус один, и А0 равно минус один. Вот это вот соотношение для чисел Фибоначчи, оно является тоже линейным рекуррентом второго порядка. Так, поясняю, почему линейное. Наверное, не всем понятно, но у вас какая-то линейная алгебра есть? Ну, уравнение прямой, как задается, вы знаете? Но вот это очень похоже на уравнение прямой или плоскости, поэтому это называется линейное. Тут линейное соотношение, мы никого в квадрат не возводим, ни от кого синус не берем, косинус. Это я просто говорю, чтобы вас не смущало. Это линейное выражение от элементов нашей последовательности, поэтому соотношение называется линейным рекуррентным. Коэффициенты постоянные, видите, это конкретные числа. Теоретически бывают соотношения, в которых коэффициенты сами зависят от n. Но мы таких не рассматриваем. Коэффициенты это фиксированные числа, поэтому мы говорим, что они с постоянными коэффициентами. Так, друзья, очень важный момент содержательный. Вот я только что показал, что числа Фибоначчи, да, удовлетворяют, в смысле этого определения, линейному рекуррентному соотношению второго порядка. Показал, да, это видно. Очень видно. Очевидно? Но согласитесь, что если не написать начальных условий, а написать только вот это, не написать начальных условий, а написать только линейное соотношение, то это не обязательно числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи начинаются с единицы и двойки. А если мы определим Ф0 как 10, а Ф1, например, как Пи, Пи, 3, 14, 15, то получится совершенно другая последовательность, удовлетворяющая той же самой рекурсии. Вот это понятно? Одной и той же рекурсии может удовлетворять целое великое множество последовательностей. И только тогда мы из этого множества фиксируем ровно одну, когда заданы начальные условия. Вот если здесь в общем виде мы знаем, что такое Y0, Y1. Если нам даны вот эти вот начальные условия, если нам даны начальные условия, из чего все стартует, весь процесс, то дальше, пользуясь вот этим рекуррентным соотношением, мы однозначно восстановим Y2, выразив его как вот здесь Y1, здесь Y0, и Y3, подставив его вот сюда, вот Y2, Y1, и так далее. То есть мы всю последовательность вытянем. Если мы не знаем начальных условий, то этой рекурсии удовлетворяет целое множество последовательностей. Так, товарищ, я страшно сказал. Что такое ощущение, что страшно? Написать на доске? Ну, я вроде понятно сказал. Числа Фибоначчи заданы не только этой рекурсии, но и начальными условиями F0 равно 1, F1 равняется 2. Без этих начальных условий мы бы даже следствие наше не доказали, потому что они сработали в базе индукции. Нам обязательно нужны начальные условия для того, чтобы однозначно восстановить последовательность из ее рекуррентного соотношения. Если дано просто рекуррентное соотношение, то есть целое множество последовательностей, зависящих от того, какие начальные условия задать и которые удовлетворяют вот этому соотношению. Это вроде просто. Если бы я начал действительно с 10 и π, как я сказал, то у меня бы совсем не кролики получились. Но я бы прибавил к 10π. Вот это было бы сколько кроликов в каком-то там феврале. Представляете, 10 плюс π кроликов, это что? То есть важно очень какое начальное условие. Вот это надо четко понимать. Вот, поскольку время мое практически вышло, я вам анонсирую, что произойдет в следующий раз. В следующий раз я докажу вам, напишу и докажу две теоремы, которые позволяют найти явную формулу для y-н, коль скоро заданы начальные условия. И общий вид решения, коль скоро эти начальные условия не заданы. Заодно, конечно, посчитаем и формулу для числа кроликов, то есть для f-н, явную точную формулу. Ну а на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok